Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня рассказ об инструментах. И вот посмотрите, пожалуйста, это плоскорез, а это полольник, стриж его называют. Но он одновременно еще и плоскорезом тоже может являться, потому что, видите, такие у него полотна достаточно острые. И чем отличаются эти инструменты от обычных? Посмотрите, какие у них коротенькие ручки. Это очень удобно для работы ребенка на вашем участке. Многие же жалуются, что дети не хотят работать на участке, ничего не делают, им ничего не интересно. Вот посмотрите, если вы специально для них приобретете вот такие вот инструменты, им наверняка понравится и захочет что-нибудь поделать на грядочке или там на кусочке земли, которую вы им специально выделите. Работать очень удобно благодаря вот такой вот специальной ручке. Посмотрите, она плоская, собственно, как у плоскорезов, но еще специально сделана еще уже именно для детской маленькой ручки. Ну и человеку маленького роста тоже очень удобно управляться с этим инструментом. Вот посмотрите, как удобно работать этим малым плоскорезом. Вот у нас здесь почва освободилась от декоративных растений. И, естественно, сразу же на ней выросли всякие сорнячки. Вот мы их подрезаем одновременно и рыхлим почву. Видите, как это быстро, просто. Вот он, подрезанный сорняк. Вот он. Осталось только потом грабельками это все собрать. И ваша почва прекрасно будет готова к тому, чтобы посеять на ней или седераты, или редиску еще, допустим, да, поздним каким-то урожаем. Вот быстренько у нас грядочка готова. Точно так же работает вот этот полольник. Вот у нас вот этот вербенник. Манетчатый вырос. Мы его берем раз и подрезали. К себе вот пригребаем. Даже вот, пожалуйста, граблей никаких не нужно. Вот у нас тут дуванчик вырос. Он нам тоже не нужен. Вот мы его тоже срубили. Он еще и пырей там выскочил. То есть вот как легко и удобно работать инструментом таким. Ребенку наверняка очень понравится управляться с этими миниатюрными плоскорезами. Пойдемте еще посмотрим, как удобно ими работать между многолетними растениями, которые достаточно тесно посажены. Вот вы видите, какое узкое здесь полотно сделано специально для того, чтобы можно было проходить между кустами. А уж не говоря про этот миниатюрный плоскорез, он тоже соседние растения ничуть не задевает, а именно только сорняки. Вон у нас, пожалуйста, там чистотел вырос. Вот мы его сейчас точно и уберем. Вот все. Видите? И тоже вот здесь вот травку мы подрежем. И вот эта вот растенница тоже. Вот мы раз его подрубили, а розочку мы маленькую нашу не тронули. Вот видите, между растениями очень удобно рыхлить почву этим плоскорезом. И также удобно проходит вот этот вот пололин. Посмотрите, здесь вот я выкопала большой куст флоксов. Осталась ямка, да? Смотрите, как легко можно подокучить сюда земли. Вот. Важно только под определенным углом ставить вот эту вот тяпочку, что ли, да? И также можно легко окучивать и картошку. Одновременно, видите, вот и срезаются сорняки. То есть все. Вот если нужно, вот представим, что это палочка, у нас это куст картофельный. Вот видите, я нагребла, сниму земельки. Вот, пожалуйста, там какие-то луковки выковырились. У меня тут очень тесно все посажено. Весной все расцветает. Ну вот, видите, какие полезные инструменты. Это полольник, это малый плоскорез с миниатюрными ручками. Я думаю, очень полезное приобретение в вашем хозяйстве. Продолжение следует...